Сегодня у нас 22 день приема Раокутана. Хотелось поподелиться с вами общим состоянием организма, состоянием кожи, да и вообще моими впечатлениями после приема Раокутана. Что касается кожи, кожа стала очень при очень сухой, она шелушится в некоторых областях. Но что касается кожи головы, то она стала значительно лучше, то есть она не жирнится. Получается, раньше я мыла голову один раз в день обязательно, сейчас я спокойно могу ходить 4 дня, не мою голову и прекрасно себя чувствую при этом. В этом плане все окей и еще у меня не появилась перхоть, хотя при сухой коже обязательно должна появляться перхоть, у меня такого нету, хотя изначально у меня была перхоть, а сейчас ее нету. Вот в этом плане все окей, но что касается губ, здесь ситуация немного плачевная, губы очень сильно сохнут, они почему-то кажутся больше, не знаю с чем это связано. И у меня даже вчера, нет вру позавчера, я резко так улыбнулась и у меня появилась трещина на верхней губе, вот здесь вот и пошла кровь, представляете? Настолько сухие губы, хотя я стараюсь каждые полчаса увлажнять обязательно бальзамом. Можно сказать за неделю я использовала один бальзам, это достаточно много, но думаю пофиг, главное чтобы губы себя чувствовали нормально. Что касается побочек, еще я вам хочу сказать, что у меня очень сильно кровоточат десны. Я не знаю связано ли это именно с приемом ракутаны или возможно какие-то другие факторы влияют на это, но после того как я начала принимать ракутан, они у меня настолько сильно начали кровоточить, как не кровоточили никогда буквально. Поэтому такой вот момент имеет место быть, не знаю связан, не связан. Что касается депрессии, про которую все так пишут, не могу сказать, что у меня прям такая депрессия, но настроение падает. То есть сейчас у меня есть настроение, через полчаса у меня его нету, и иногда по вечерам у меня бывают головные боли. Но так в общем и целом я себя чувствую неплохо. Но учитывая тот момент, что я пью, то есть 20 мг в день, одну таблетку выпиваю, я заметила, что большинство блогеров или просто девчонок, которые снимают акт на дневник, они не пишут дозировку и не говорят ни в коем случае, потому что боятся, что люди пойдут, начнут пить те люди, которым это не нужно. Я просто хочу отметить, что нельзя пить этот препарат просто, потому что вы так решили, потому что вы сами себе его прописали. обязательно вас должен консультировать и наблюдать врач и прописывать дозировку именно он. Это я говорю специально, потому что, возможно, меня смотрят дети, люди пойдут, купят этот препарат и просто начнут пить. Что касается Сатрета и Акна Кутана, там состав один и тот же, они стоят немного дешевле, чем Ра Кутан. Если честно, можно даже взять и этот Акна Кутан, какая разница. Изначально, когда вы собираетесь начать лечение, хочу отметить этот момент, вам нужно иметь определенную сумму денег, потому что Акна Кутан, например, в России стоит 3,5 тысячи за 20 миллиграмм, ну пусть будет даже 2 тысячи. Если врач вам прописывает в тяжелых случаях, так скажем, 3 таблетки в день, получается, вам нужно 3 пачки, а 3 пачки это уже одна зарплата. Ну пусть небольшая, все равно. Поэтому учитывайте этот момент, и ни в коем случае нельзя, знаете, начать пить, потом бросить, потом деньги появились, опять немножко попивать. То есть это надо стабильно, постоянно пить в определенной тазировке, продолжать лечение на период, например, полгода. Если у вас нет этой суммы, чтобы купить все, что вам нужно, не стоит начинать. Я советую именно так, дабы просто не испортить свой организм, и в какой-то момент у вас закончились деньги, и вы решили это все дело прекратить, вы только сделаете хуже вашему организму и коже в частности. Поэтому учитывайте, я специально вас предупреждаю. Когда я села снимать это видео, мама мне сказала, что ты уже который раз снимаешь, ты думаешь, что ты вылечишься, я думаю, да. Я сказала однозначно, да, я уверена, что это мне поможет, я верю в это. И мне кажется, в какой-то части очень важно именно верить. Верить в то, что ты вылечишься, и у тебя все получится. Я надеюсь, что так оно и будет. 12-я неделя приема Араакутана. Хочу вблизи вам показать мое лицо. Здесь есть застойные пятна, как вы видите. Но это все уже пост-такне. Смотрите, вот. Что могу сказать насчет губ? У меня появляются вот такие вот заломы. Был сначала с этой стороны, долго не проходил. Сейчас появляются уже с этой стороны. Когда я открываю рот, это немножко больно. Вот. А так, в общем и целом, мне состояние моей кожи нравится. Хотя все двигается очень медленно, все равно результат есть. Я сегодня утром проснулась и говорю, маме, как ты думаешь, мое лицо как-то поменялось? Она говорит, нет. Но мне кажется, что поменялось. И еще могу заметить, что опять начал появляться жирный блеск. Когда я только начала принимать ракутан, у меня была ужасная просто сухость. Даже в ушах, даже уши шелушились, представляете, до такой степени. А сейчас как-то это прошло, хотя дозировка такая же. Как будто организм привыкает к тому, что я пью ракутан. Прошло уже 4 месяца, ну почти 4 месяца с момента начала моего лечения, так скажем. И сейчас моя кожа выглядит значительно лучше, как кажется мне. Хотя мама говорит, что все остается так, как есть. На самом деле просто остаются пигментные пятна, которые проходят очень долго. А на нынешний момент у меня нет ни одного высыпания. Но, к сожалению, пигментные пятна пока что имеют место быть. Я, если честно, ожидала, что быстрее это все дело пройдет. Я не думала, что это будет так долго. Но, к сожалению, как оно есть, так и есть. Я вам говорю и показываю все, что происходит со мной. Что касается побочек, я могу сказать, что кровоточивость десен немного уменьшилась. Сухость, прям такой супер сухости у меня нет. Просто сохнут губы, сохнут пальцы немножко. Я постоянно пользуюсь кремом для рук. А так, в общем и целом, не могу сказать, что прям у меня куча всяких симптомов. Я читала, что там головные боли, депрессия, не знаю, попытки суицида. Мне ничего такого нету. Я себя люблю, отлично себя чувствую. Я вижу результат на самом деле. Хотя немножко меня расстраивают окружающие, которые говорят, что результата нет. Вот в таком состоянии у меня сейчас лицо. Я довольна и буду надеяться, что в ближайшие где-то два месяца я уже прекращу прием этих препаратов. И финальное видео я вам записываю спустя пять месяцев. Я уже закончила. Со вчерашнего дня я не принимаю ракутан. И решила вам отснять концовку и уже выложить это видео. Почему я не супер радостная? Могу объяснить. Я просто полазила в интернете. Другие девчонки, как я вам ранее рассказывала, ведут дневник акна. То есть каждый месяц рассказывают о состоянии своей кожи. И там я наткнулась на девчонок, которые спустя 4-5 месяцев опять столкнулись с рецидивом. Рецидив это то есть прыщи опять вернулись. И даже в большем объеме. Поэтому это немножко меня расстроило. Я не знаю эффект, насколько продержится, так скажем. Очень боюсь, что как только я перестану принимать этот препарат, у меня опять появится высыпание на лице. В любом случае, я буду снимать для вас вторую часть этого видео, где буду подробно рассказывать, появились ли у меня какие-то осложнения, ухудшения, то есть состояние кожи. Но сейчас все офигенно, все хорошо. Как я перестала пить, все очень просто. Все так делают, уменьшают дозировку. Раньше я пила 2 двадцатки в день, говоря простым языком, так скажем. Потом я начала пить 1 двадцатку в день. Затем я начала пить через день, потом в неделю 2 раза. И в общем, исключила препарат. Я надеюсь, что навсегда. Конечно, результат он есть. Я заметила, что результат есть у всех. Но почему-то у некоторых проблемы возвращаются. Сейчас смысла пить нету, я думаю, потому что кожа уже в хорошем состоянии. Я реально очень надеюсь, что все так же останется. Вот вы можете посмотреть, я смыла макияж специально, чтобы вам показать состояние своей кожи. До этого мукпанг просто снимала. Вот напишите, пожалуйста, вы тоже, если вы принимали Акна Кутан, Роу Кутан или аналоги их, какой у вас результат. И действительно ли есть такая штука, такой миф, так скажем, что проблемы возвращаются. Я на самом деле очень сильно боюсь этого, потому что когда впервые я встала и увидела, что у меня кожа улучшается, у меня прям, знаете, такое счастье. Просто это мечта. Я даже писала цели на 2021 год. И одной из этих целей как раз таки есть навсегда избавиться от прыщей. Просто я подумала, что эту часть уже пора загружать, потому что другие девчонки каждый месяц снимают и отчитываются, что как происходит с их организмом и так далее. Что касается осложнений, последний месяц я перенесла намного легче, чем все остальные месяцы. Да и все остальные месяцы со мной было все замечательно. Просто так как дозировка уже была значительно меньше, у меня как бы и сухости меньше стало, на губах точнее, там жирность кожи, десна не кровоточат. То есть потихоньку-потихоньку это все сошло на нет. Но в любом случае вторая часть обязательно будет, где я вам буду рассказывать. Да и в принципе в мукбанках вы сами тоже можете увидеть, что в каком состоянии у меня кожа. Вы тоже это прекрасно видите, хотя бы во влогах это можно увидеть. Я понимаю, что это видео не наберет много просмотров, потому что тема актуальная не для всех. Слава богу, у всех этой проблемы нету и слава богу, девочки, никогда не выдавливайте прыщи. Если у вас появились прям серьезные гнойнички, подкожники, и вы видите, что это не просто локально, а это глобально, так скажем, я вам советую сразу идти к специалисту, предпринимать какие-то меры. Потому что я когда была в кожвен диспансере, первый раз лечилась, я там столкнулась с девочкой, у которой очень большие проблемы с кожей, в плане того, что у нее остались рубцы. Рубцы это просто мягко сказано, это были настолько глубокие вмятины, которые просто не решаются просто так. То есть делается шлифовка, кожа становится более-менее ровной, затем опять появляются эти следы. То есть вы сделали шлифовку, это не навсегда. Но по крайней мере эта девочка, которая сидела со мной в очереди, так рассказывала. Поэтому кожа лица, мне кажется, это очень-очень главный фактор красоты и уверенности в себе, по крайней мере для меня. То есть какой бы мейк я ни сделала, когда есть прыщи, это просто выглядит как шоколад с орешками, так скажем. Все равно видно, что поверхность она не гладкая, не ровная. То есть если это пигментные пятна, вы можете легко их покрыть. Но когда дело касается прыщей, это все выпукло и видно. Возможно, на фотографиях, в историях это не настолько заметно, но в жизни это видно. Я, с одной стороны, очень счастлива, что эта проблема решена. Но пока что я считаю, что рано радоваться. Мы посмотрим через 3-4 месяца, как будет вести себя кожа. Буду надеяться, что все будет хорошо. Как я поняла, в мукбанках никому не интересно про это говорить, да не к столу все это дело. Я буду снимать для вас отдельное видео, показывать кожу. Вот, посмотрите. На этом все, мои хорошие. А дальше решение принимать вам. Стоит лепить этот препарат. Но обязательно под контролем врача. Я не хочу брать на себя ответственность. Заметила, что другие блогеры вообще не говорят про дозировку и правильно делают. Я просто вам говорю, потому что, чтобы вы могли сравнить вашу дозировку, например, с моей. Но ни в коем случае без консультации врача нельзя. Идти покупать этот препарат и принимать. И напоследок хочу вам сказать, что самое главное верить в свои мечты. Стараться их осуществить и верить. Всех люблю, целую. Не забывайте подписываться на мой канал. Мне будет безумно приятно. Пишите свои истории в комментариях. Всем пока!